Переведено и озвучено каналом Translated History После знаменитой битвы между кланами Ода и Имагава при Окохадземе прошел год. Это сражение стало началом восхождения Ода Набунаги к славе и могуществу. В то же самое время, восточнее тех мест, два выдающихся военачальника из кланов Такеда и Оесуги возобновили давнее противостояние за стратегически важную равнину на севере, провинцию Синана. Четвертая по счету и самая известная битва при Каваканадзиме вот-вот начнется. Уважаемые зрители, этот цикл видео состоит из нескольких частей, поэтому, если вы не видели предыдущие части, то переходите по ссылке в правом верхнем углу или описании к видео. Также, чтобы всегда быть в курсе событий нашего канала, подписывайтесь на группу ВКонтакте и на наш телеграм-канал по ссылке в описании к видео. И не забудьте поддержать это видео лайком и комментарием, а также подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Осень 1541 года. Бедная провинция Каи, часто страдающая от наводнений, голода и болезней, стала ареной для бескровного государственного переворота. Молодой Такеда Харануба был вынужден пойти на неоправданный риск, чтобы не дать своему отцу лишить его наследство в пользу младшего брата Нобусига. Благодаря поддержке большей части вассалов клана Такеда, имевших разногласия со Старым Даэмю, а также помощи правителя соседней провинции Имагава Йосимото, Харануби перехитрил своего отца и отправил его в изгнание, а сам получил власть в провинции Каи. Достигнув 20-летия, Такеда Харануба, более известный под своим буддийским именем Такеда Синген, показал, что является достойным правителем. Для улучшения экономической ситуации в провинции, Синген увеличил производительность золотых рудников и начал строительство дамб и оросительных сооружений. Это масштабное строительство длилось на протяжении десятилетий, но новые ирригационные сооружения значительно сократили опасность наводнений и увеличили продуктивность земледелия. Касательно внешней политики, Синген начал продвижение в центральную часть соседней провинции Синана, формально управляемой кланом Агасавара. На деле же Синана была сильно раздроблена, а ее владелец не имел никакой власти над многочисленными вассалами. Поэтому Синген поспешил воспользоваться этой ситуацией. Первым делом он избавился от одного из своих родственников, убедив одного из вассалов перейти на свою сторону. А после быстрого захвата новых земель он тут же предал этого вассала. Но это было только началом десятилетней кампании Сингена по завоеванию соседней провинции. Несмотря на некоторые трудности с кланом Мураками, к началу 1550-х Синген покорил центральную и западную части Синана. Его следующей целью стала долина Каваканадзима, которая находилась на севере провинции. Она располагалась в слиянии двух крупных рек и была окружена горами со всех сторон. Завоевание Сингена заставили земли владельцев и самураев из Синана искать убежище за пределами своей провинции. Агасавара и Мураками сбежали на север искать помощи у Нагао Кагиторы, который завоевал себе власть в провинции Этига. В будущем он станет главным соперником Сингена. Отец Кагиторы был правой рукой правителя большой раздробленной провинции Этига. Но на самом деле он был реальной властью, а Даймио был его марионеткой. Однако, будучи четвертым сыном своего отца, Кагиторы не имел реальных шансов на власть в Этига. Что уж говорить обо всей Японии. Но с помощью успешной дипломатии, войн с другими кланами и своими братьями, Кагиторы в 1548 году в возрасте всего 18 лет стал главой семьи Нагао. В 1550 году, после смерти бездетного дайми Оэсуги, Сёгун признал Кагитору правителем Этига. Год спустя он подчинил себе последнего оппонента и завершил объединение домашней провинции. Тем не менее, несмотря на свои успехи, от взора Кагиторы не ускользнули победы Токеды. Единственным способом остановить агрессивного соседа была защита с севера провинции Синана и важной буферной зоны в ее самом узком месте – равнины Каваканадзима. Поэтому под предлогом защиты изгнанных аристократов и восстановления справедливости Кагитора выступил со своей армией на юг. Первые столкновения произошли в 1553 и 1555 годах. Они поставили Сингена в затруднительное положение, но в целом эти стычки позволили ему подчинить юг провинции Синана. Владыка Токеда быстро учился на своих ошибках и к следующей битве в 1557 году он разработал новую стратегию. Токеда заручился помощью союзника Ходзё Удзиясю, внука Ходзё Сауна. А наступление начал в то время, когда Кагитора вел компанию в другом месте. Таким образом, Синген смог захватить важный плацдарм в Каваканадзиме. Это были остатки замка на реке Тикума, которыми несколькими месяцами ранее был сожжен Кагиторой. Токеда приказал реконструировать крепость и расширить ее. В итоге замок Кайзу стал важным опорным пунктом Токеды в этом районе. Крепость защищала юго-восточные дороги и усиливала влияние Сингена на равнине Каваканадзима. Его гарнизон находился под командованием Касуги Таратсуны, бывшего слуги Сингена и, возможно, его любовника. Теперь же он стал доверенным лицом и успешным генералом клана Токеда. А что же все это время делал Кагитора? В отличие от Сингена, у него было очень много проблем. Хоть провинция Этиго и была формально объединена под властью Кагиторы, некоторые местные кланы открыто выступали против него, а несколько, вероятно при поддержке Сингена, даже подняли восстание. Более того, Сёгун постоянно присылал сообщения, требуя защитить его от заговорщиков Киота. Наконец, его формальный сюзерен Уэсеги Наримаса, владелец Канта, потерпел поражение Охадзё Удзиясу и вскоре пришел к Кагиторе за помощью. Он даже обещал принять его в клан Уэсуги и передать ему титул владыке Канта. В итоге, в 1556 году, из-за постоянного потока проблем, Кагитора решил бросить все и на некоторое время стать монахом. Только мольбы землевладельцев Этиго и их обновленные клятвы верности заставили его вернуться. Именно его отсутствие и дало возможность Сингену в 1557 году захватить Плацдарм на севере Синана. Но к 1560 году Кагитора снова был в деле. К ноябрю он успел оказать помощь Сёгуну, справиться с внутренними проблемами и провести короткую кампанию в Эттю, обезопасив западные границы. В начале 1561 года он был готов отомстить Хадзё за поражение Уэсуги и начал сбор войск. Под его знамена перешли правители Кодзуки и Мусаси, превратив его армию в гигантское войско. Компания против Хадзё проходила стремительно. Противник был ослаблен голодом и к весне 1561 года Кагитора уже был у ворот неприступной крепости Адавара. Город вокруг замка был сожжен, но все попытки взять крепость штурмом ни к чему не привели. Примерно через 10 дней он снял осаду и двинулся к древнему городу Камакура. Там его формально приняли в семью Уэсуги и дали имя Уэсуги Масатора, владыка Канта. В истории же он известен под своим буддийским именем Уэсуги Кэнсин. Однако даже это достижение не спасло компанию от постепенного провала. Токеда и Имагава были готовы выступить на помощь своему союзнику. Более того, голод, сначала помогавший Кэнси, теперь усложнял содержание его огромной армии. Ситуацию ухудшало еще и постоянные атаки Ходзёна пути снабжения. Кроме того, внутренние расприи в лагере Уэсуги тоже давали о себе знать. Многие феодалы конфликтовали друг с другом и объединились только перед лицом общего врага. Те, кто совсем недавно быстро влились в армию Уэсуги, теперь так же быстро покидали ее. Последний гвоздь в крышку гроба этой компании был забит в конце весны 1561 года, когда Кэнсин получил известие о том, что армия Сингена уже находилась на границе между провинциями Этиго и Синана. Поэтому Кэнсин решил, что расправится с ослабленными Ходзё в другой раз и в начале августа вернулся в Этиго. Надеясь, наконец, избавиться от угрозы со стороны Токеды, Кэнсин собрал армию и покинул замок Косугаяма. 25 сентября он уже был в окрестностях Каваканадзимы. Кэнсин решил пока не возвращать замок Кайзу. Возможно, у него не было достаточно сил для штурма или он просто хотел победить своего противника в генеральном сражении и закрепить за собой титул владыки Канта. Он занял позицию на горе Сайдзио, имея в своем распоряжении около 13 тысяч человек. Позиция была неоднозначной. Вершина горы была практически неприступна и с нее просматривались все окрестности на многие километры вперед. Но эта позиция была буквально окружена замками Токеды. Синген быстро собрал армию и выступил навстречу противнику. 3 октября он прибыл в район Каванакадзимы. Сначала он попытался выманить Кэнсина, захватив переправы через реку и отрезав ему пути на север. Однако, когда Кэнсин не отреагировал на это, Синген решил отойти в замок Кайзу, оставив противнику дорогу для отступления в Этиго. Теперь Кэнсин точно не мог взять Кайзу. Вероятно, Синген рассчитывал, что в этой ситуации Кэнсин просто уйдет, но он не сдвинулся с места. Генералы Сингена советовали ему атаковать и не ждать, когда у него самого закончатся припасы, что заставило бы его сесть за стол переговоров. Даймё Токеда согласился и приготовился атаковать позиции у Эсуги. Ночью 17 октября Синген разделил свои силы на две части. Под покровом темноты 12 тысяч человек покинули свои позиции и двинулись в направлении лагеря Уэсуги с юго-востока. Часть должна была напасть вдоль берега реки и по склонам гор. Другие шли под другой стороне хребта от замка к замку, чтобы обойти позиции Уэсуги и атаковать лагерь с тыла. Вся армия готовилась к внезапной атаке на рассвете. Они должны были отрезать Уэсуги от переправы и заставить его отступить на север, на равнину Каванакодзима. Сингена перешли реку Тикума с северу от Кайзу. Они должны были либо перерезать последний путь к отступлению, либо атаковать противника с севера. Незадолго до рассвета на долину опустился густой туман. Подразделения Атакеды на равнине были расположены в форме тупой стрелы и ожидали, когда Касуга со своими войсками начнет переводить первую часть плана в действие. Но с холмов на юге не доносилось ни звука битвы. Синген вглядывался в туман, но видел только белую неприступную стену, которая скрывала от него неприятный сюрприз. Вся армия Оэсуги шла прямо на него. Считая, что армия противника все еще на горе Сайдзё, Такеда едва успел построить свои войска, но Кэнсин уже начал атаку. Ранее Кэнсин с высоты своей позиции видел все подготовительные маневры Такеды как на ладони и разгадал хитрый план Сингена. Да, передвижение 20 тысяч человек сложно не увидеть с возвышенности, особенно если ты наблюдаешь за ними самой высокой точке в районе. Когда началась первая часть маневра Такеды, Кэнсин со всей армии спустился с горы, переправился через реку Тикума и под прикрытием тумана двинулся в направлении Сингена. Грянул бой. Учитывая, что солдаты Сингена были в меньшинстве и застаны врасплох, они держались весьма достойно. Первая линия Такеды пошла в контратаку и даже отбросила авангард Уэсуги. Но вскоре их продвижение создало угрозу флангам Такеды, а затем их самих отбросили. Вскоре в линии Такеды появились первые бреши. Наконец, Кэнсин нашел слабое место в обороне Такеды и бросился туда вместе со всей своей гвардией, чтобы добраться до самого Сингена. В летописи Кёку Гунгкан говорится, что на этом этапе сражения Кэнсин с мечом в руках бросился на самого Сингена, который не успел достать меч и парировал удары врага с помощью своего веера. Один из солдат Сингена атаковал Кэнсина копьем, но промахнулся, попав древком по лошади Кэнсина, из-за чего та в страхе убежала. Скорее всего, это была чистая выдумка, которую придумали через много лет, чтобы добавить больше драматизма в историю о соперничестве двух Даймио. Но давайте вернемся на поле боя, где ситуация складывалась в пользу Кэнсина. Брат Сингена Набусига и два других лидера Такеды были убиты. Синген и его сын получили ранения. Четвертая битва при Каванакадзиме шла к печальному концу Сингена. Однако, к счастью для Такеды, помощь уже была в пути. Подразделения Касуги, услышав звуки битвы, бросились туда. Кто-то пробивался через окрестные форты, охраняемые силами Уэсуги. Другие переправлялись на неохраняемых переправах к юго-западу. Поздним утром подкрепления наконец прибыли и атаковали войска Уэсуги с тыла. Кэнсин ожидал эту атаку, но он думал, что успеет к этому времени разбить Сингена. Армия Уэсуги начала организованное отступление на север через реку Саи к замку Йокаяма. Войска Такеды начали преследовать противника и даже возвратили несколько голов своих павших командиров. Но благодаря храбрости Амакасу Кагемоти армия Уэсуги смогла перейти реку и добраться до замка Йокаяма, где она находилась в течение нескольких дней, а затем вернулась в Этиго. Отряды Такеды преследовали Кэнсина на всем протяжении его пути. Было даже несколько стычек на границе провинций Синана и Этиго, которые закончились ничем. В итоге обе стороны объявили о своей победе. Потери с обеих сторон были значительными. Кэнсин потерял более трех тысяч человек, а Синген не менее четырех тысяч, в том числе трех своих лучших командиров. Тем не менее, заплатив эту высокую цену, Такеда смог удержать замок Кайзу, а вместе с ним получить контроль над равниной Кавана Кодзима. Потеря одного замка и куска равнины не сильно беспокоили Кэнсина, поскольку между ним и Такедой было еще много простых в защите территорий, а его взор всегда был устремлен в другие места. Через несколько месяцев они снова встретились на востоке Кодзукэ, а через три года армии Такеды и Уэсуги вернулись в Каванакодзиму. Дело закончилось серией небольших стычек, после которых противники вернулись домой. Дело в том, что к тому моменту Синген тоже потерял интерес к захвату земель на северо-западе, поскольку ослабление клана Имагава из-за смерти Йосимото открыло ему новые пути для расширения своей территории. В итоге десятилетия борьбы и множество столкновений между Такедой Сингеном и Уэсуги Кэнсином ни к чему не привели. Но зато они стали хорошим примером военного искусства средневековой Японии, а также символом самурайского благородства и чести Уважаемые зрители Большое спасибо что смотрите мой канал Не забывайте ставить лайки писать комментарии и самое главное подписываться на него чтобы не пропустить новые видео Также я благодарен всем тем кто поддерживает меня донатом по ссылке в описании к видео Еще раз большое спасибо за просмотр и вашу поддержку